Привет, ребят! С вами Юмилия, и сегодня огромные приветы я особенно хочу передать вот этим вот ребятам. А если ты хочешь попасть в следующий видеоролик, то обязательно делай репост этого видоса с моей страницы ВКонтакте. Если что, ссылка на неё будет в описании, как в принципе в описании будут ссылочки на мою группу ВКонтакте, на мой второй канал и, конечно же, на мой Инстаграм. И спасибо вам за то, что там набралось уже 10 тысяч подписчиков. И да, мои дорогие, 28 декабря в 6 часов вечера по Москве у меня будет стрим, и также стрим будет 31 декабря, но пока что я не знаю, во сколько именно, поэтому обязательно следите за новостями во всех моих соцсетях. У Ларина вышел клип, и меня реально замучили сообщениями о нём во всех соцсетях. Я пропала вообще из сети, не только из ютуба, но реально из сети на 10 дней, потому что всё это время я была в родном городе и сдавала сессию. Но за это время произошло так много всего удивительного и необычного. Огромное количество видеоблогеров повыпускало клипы, огромное количество ютуберов поделывало различные видосы, и поэтому вот с сегодняшнего дня я, в принципе, и начинаю активно их просматривать, и, конечно же, реагировать специально для вас. Большое количество ребят впечатлил клип Ларина, и многие просили меня отреагировать в первую очередь именно на него, поэтому давайте приступим с вами к просмотру. Я бой, Бигги и Рип, там Рип Честер, всё, нормально. Как тебе новая прическа? Это не прическа, это состояние сознания, чувак. Меня не было всего 10 дней, и какого фига Ларин стал уже лысым? Что творится на ютубе? Действуй там вроде было написано, если я правильно не сделаю. А вот, действуй. Ух ты, неплохой переход был. Билл Дейс в эти годы имел миллионы, Месси уже забивал фону Ньютон, как мент понимал законы, а Кобейн достал свой ствол. На часах 23, я на шаг от 30, на часах 23, я на шаг от 30. Ух ты, сделано прикольно, кстати, и с помощью хромаке, я думаю. Да, очень интересная сцена. Мне ещё не седею, это бесценные кены, но семя не посею, еду покупать, как угорают уцелевшие дети. Она даже с книжкой была. У вас классный кабак, намешают выбирать тот пьяный мудак, что пьёт шот-шот-шот. Тупо и быстро, лучше шот-шот-шот. Белья бы выстрелил, дышал, и понеслась, всё пришло, если слазь, давай раз на раз, давай раз на раз, давай раз на раз. Не, иногда его бывает тяжело понимать, вот честно, он, конечно, я понимаю, что очень сильно старается читать чётко, но иногда с этим есть проблемы, и поэтому, думаю, данный клип я буду пересматривать и переслушивать ещё раз, чтобы понять вот полностью его суть. Да что с тобой не так, мразь, до трёх иксов мне остался час, до дна твоего мне не пасть, я по-иному завалю тебе пасть. На часах 23, я на шаг от 30, на часах 23, я на шаг от 30, на часах 23, я на шаг от 30, на... Я поняла, у него днюшка, по-моему, 23 декабря, и он выпустил, скорее всего, этот клип 22 декабря, но поздно ночью, если я не ошибаюсь, а может быть я ошибаюсь. Блин, конечно, очень плохо, что я не заценила этот клип именно тогда, когда он его выпустил, потому что именно тогда и был весь смысл его посмотреть. Вот вы, если знаете, то напишите, пожалуйста, во сколько точно он выпустил свой клип, потому что, насколько я поняла, суть клипа именно такая, может быть я понимаю его неправильно. Да, поэтому... На часах 23, я на шаг от 30, не найти моих фейлов в Инсте, юность умерла до соцсетей, бывшим наделали детей, как я рад, что вы устрял в этот отцы, не как у людей. Наконец-то, не как у людей, наконец-то, не как у людей. Блин, слишком, слишком, большая количество людей, у меня такое ощущение, будто это какая-то секция. На часах 23, я на шаг от 30, плевать, куда идти, типа как Юра дудь, 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 с двух рук, или тут подрать, сук, или будто Гагарин улететь, смотреть на звук, 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 сойдет все строк. Я ни Андор, ни гангстер, но на юбилей я улетел в Амстер, но на юбилей я улетел в Амстер, но на юбилей я улетел. На часах 23, я на шаг от 30 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 Есть, конечно, небольшие проблемы с Роснефромом Но он, но он директор опухольный Динахов, конечно же, его критиковал Говорил, что это не профессиональный клип Особенно предыдущий его клип, предыдущую работу, текст песни Но там был просто офигенный, восхитительный клип Чан Почему мы лежим? Тоже очень крутой Офигенно крутой На часах 23, я на шаг от 30 Прям в голове этой крутится На часах 23, я на шаг от 30 Офигеть Фух Не, это топ Вот сейчас мне в рекомендованный Выскакивает самый первый клип Ларина Под названием Коля Хейтер За это время данный блогер Очень сильно продвинулся И очень-очень-очень сильно апнулся Ему не поставить лайк Это, по-моему, грех Вот честно, как бы вы не ненавидели Ларина Очень тяжело отрицать, что он сделал Очень-очень-очень крутую работу И вот 31 тысяча человек, которые поставили дизлайки Я думаю, что они просто Именно плохо относятся к самому Дмитрию Но сама работа, она не может не понравиться Несмотря на какие-то мелкие недочеты там Синхронизацией Мне кажется, все остальное просто сделано волшебно А что думаете об этом клипе, вы пишите Конечно, свое мнение в комментариях Но также, как я сказала ранее Мне хочется переслушать его еще раз Чтобы понять смысл вот прям окончательно Но также не забудьте написать Когда именно, во сколько был выпущен данный клип Если же вы, конечно, застали этот момент И не забывайте про мои стримчанские Про мою группу ВКонтакте Про мою страницу ВКонтакте Про мой Инстаграм и про второй канал А с вами, как всегда, была ваша Юмилия Ставьте лосики Ларину И также ставьте свои лайки, мои реакции Если она вам понравилась Все, ребятушки, всем пока-пока